МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала «Брянская губерния» продолжает свою работу в эфире программы «События» в студии Марина Николаева. Смотрите в этом выпуске. Реализация национальных проектов. Губернатор Брянской области принял участие в расширенном совещании при министре финансов Антоне Силуанове. Сегодня те задачи, которые поставил президент по нацпроекту, они сегодня реализуются на нашей Брянской земле. А с Венцем, Сабибор, Бухенвальд и еще более двух десятков лагерей смерти. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. И оставили здесь маленьких, старших, сестер и матер, ну, далее. Бразильские боевые танцы, экзотические ушу, самбо и загадочное кидо. В Брянском цирке прошел фестиваль боевых искусств. Такими событиями, как сегодня, возрождается слово «массовый спорт». Ребята тысячами приходят в секции. Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в обсуждении реализации национальных проектов. Расширенное совещание в Калужской области провел первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов. Национальные проекты, другими словами, задачи, поставленные президентом страны. Как сегодня они реализуются? Об этом на расширенном совещании проводит его первый вице-премьер Антон Силуанов. К разговору присоединились представители ведущих мировых компаний, руководители ведомств, а также главы регионов. Присутствует на встрече и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Одна из приоритетных обсуждаемых задач на сегодня – это поддержка предприятий, ориентированных на экспорт. Этот вопрос обсуждают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Гостей, в том числе и губернатора Брянской области, знакомят с производством Samsung Electronics «Русскалуга». Это одно из показательных предприятий по внешней торговле. Здесь производят телевизоры и стиральные машины. По экспорту в целом перед нашей страной стоит задача – за 6 лет увеличить объемы продаж за рубеж в два раза до 250 миллиардов долларов. И речь идет не о сырье, а о готовой продукции. Конечно, мы здесь заинтересованы в развитии экспортных производств, поддержке таких экспортных производств. У нас предусмотрена целая система поддержки в рамках национального проекта поддержки экспорта. В настоящее время компании вместе с регионами проводят отбор предприятий, которые должны получить такую поддержку. Взять с одной стороны, с одной стороны, получить поддержку, но с другой стороны, взять на себя обязательства по увеличению экспорта. Около 250 предприятий могут стать участниками госпрограммы по стимулированию экспорта. Глава Брянского региона отметил, что реализация национальных проектов возможна только при поддержке Федерации. Сегодня те задачи, которые поставил президент по нацпроекту, они сегодня реализуются на нашей Брянской земле. И вот сегодня на данном совещании были рассмотрены вопросы, можно сказать, ключевые или базовые, те, которые касаются промышленности, поддержки, мер поддержки промышленности. Вот те средства, которые будут направлены на строительство новых заводов, на модернизацию, ведь это будут выделенные, можно сказать, огромные средства на возмещение процентных ставок. Это более 300 миллиардов рублей, которые позволят привлечь более 7 триллионов денег в нашу промышленность. Такого еще у нас не было. У нас до этого было около 10 миллиардов на процентные ставки, а это почти в 6 раз больше. И вот те меры, которые сегодня принимаются правительством, они и дадут еще толчок развитию нашей промышленности, и в том числе на территории Брянской области. В Брянске продолжают работать над увеличением экспорта. Реализуются два крупных инвестпроекта. Зерновой комплекс-элеватор в Навлинском районе на 100 тысяч тонн и некогда крупнейшее в России мукомольное предприятие «Мелькруг». На зарубежный рынок ориентирован один из крупнейших АПК в России «Мираторг». В целом, в 2018 году экспорт Брянской области вырос на 20%. Это почти 320 миллионов долларов. Однако к 2024 году с такими темпами роста экспорт продукции АПК области вырастет до 1 миллиарда 86 миллионов долларов. И в промышленности объемы экспорта могут перевалить за 1 миллиард долларов США. Есть что предложить заграничному покупателю и суражскому пролетарию, производителю картона. Здесь вскоре приступят к строительству фабрики стоимостью 10 миллиардов рублей. Руководитель предприятия также посетил совещание по национальным проектам. Мы же сначала работали на импортозамещениях. То есть сначала нужно было оставить валютную выручку в России и выпустить такой же товар, который поступал к нам из ЕС. Мы это сделали. Сегодня мы практически все ниши заняли на товар, который поступал из Германии, из Голландии. Мы 100% по качеству не уступаем европейцам. И сейчас остается один вопрос. Что интереснее, экспортировать или у себя в стране продавать? На расширенном совещании Антон Силуанов выслушал предложение предпринимателей о том, как должны реализовываться нацпроекты. Своё мнение и у брянских бизнесменов. Мы четко понимаем, что мы должны выходить с самыми современными продуктами на мировой рынок. То есть эти продукты должны быть, будем так, произведены по самым энергоэффективным технологиям, по самым экологичным технологиям. Вот идея такая. Нет ли смысла, учитывая то, что действительно Россия имеет все необходимое быть широко представленным на мировой рынке продовольствия, сделать какой-то такой комплексный, единый план, значит, межрегиональный и межведомственный. Уже во второй части совещания бурно обсуждался вопрос регулирования деятельности самозанятых. Эта тема поднимается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Это одна из ключевых тем, которая сегодня обсуждалась, потому что для того, чтобы самозанятым, которые сегодня ведут работу, еще не легализуя свою деятельность, тем, чтобы им легализоваться, сегодня они работают вообще в серой зоне, никакого контроля и надзора нет. Так вот, тем, чтобы они могли работать, платить налоги, пользоваться всеми благами, получать кредиты, благами государственными, которые предоставляют в виде поддержки малых и средних предпринимателей, им нужно, соответственно, легализоваться. Понятие «самозанятость» появилось в законодательстве в 2017 году. С 1 июля 2017-го няни, сиделки, репетиторы, уборщики, разнорабочие могут зарегистрироваться в качестве самозанятых. Для них разработана особая система налогообложения – 4% для физических и 6% для юридических лиц. С начала года в четырех регионах запущен пилотный проект. Это Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан. Со следующего года другие регионы будут в этот проект включены. Это позволит наших предпринимателей, которые сегодня находятся в тени, вывести светлое. То есть они, имея те льготы, которые сегодня позволяет данный проект, они могут спокойно работать, быть самозанятыми, получать и меры поддержки, которые сегодня есть для предпринимателей, и находиться на легальном положении. На совещании отметили, чтобы самозанятый легализовался, нужны стимулы. Предложение есть – не проводить контрольно-надзорную деятельность за работой таких предпринимателей в течение пяти лет. Ожидается, что в Брянской области к 2024 году из налоговой тени выйдут не менее 21 тысячи работающих граждан. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов, События, Калужская область. На должность главного федерального инспектора по Брянской области назначили уроженцем Минска Андрея Дзечука. Ранее он занимал аналогичную должность в Тверской области. Нового главного федерального инспектора по Брянской области губернатору Александру Богомазу представил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Сергей Ништенко. После личной беседы официальное представление руководителям федеральных структур в регионе. Распоряжением полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Щеголева Игоря Олеговича от 8 апреля 2019 года номер А50-27ЛС на должность главного федерального инспектора по Брянской области назначен Дьячук Андрей Сергеевич. Андрей Дьячук – уроженец Минска. До недавнего времени занимал пост главного федерального инспектора по Тверской области. Военный человек. Окончил Полтавское высшее зенитно-ракетное командное училище Общевойскую академию вооруженных сил Российской Федерации по квалификации инженер по эксплуатации радиотехнических средств, специалист в области управления. Сергей Ништенко отметил, за время военной службы и работы в аппарате полномочного представителя президента Андрей Дьячук получил необходимые профессиональные знания и навыки. Мы все вместе и правительство Брянской области, и органы, федеральные органы государственной власти, территориальные органы федеральной власти работаем над теми задачами, которые ставит перед нами президент нашей страны, Владимир Путин. А задачи, они очень просты. Это сохранение стабильности, политической стабильности на территорию нашего региона, улучшения экономической и социальной жизни для наших граждан. Я считаю, мы все вместе, мы движемся в одном и правильном направлении. Я сегодня хотел бы сказать огромное спасибо и нашему полпреду, Ирре Галерьевичу, и вам, Сергей Васильевич, за ваше понимание и за помощь нам в нашей области северализации данных задач. Главным федеральным инспектором по Брянской области назначен Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич прошел очень большой путь, и я сегодня хочу еще тоже поздравить вас с этой высокой должностью, с значением на должность главного федерального инспектора по Брянской области. Я думаю, я не думаю, я уверен в том, что мы будем сотрудничать и выполнять те задачи, которые перед нами ставит президент. И вы всегда можете рассчитывать и с моей стороны, со стороны правительства Брянской области, со стороны председателя Брянской областной думы, которой сегодня нет, но он просил передать вам поздравление с северной должности Владимира Ивановича Попкова и депутатского корпуса только за внимание и поддержку. Так что поздравляю, успех! Большое спасибо за поздравление. Я искренне рад, что решением руководства мне предоставлена возможность работать в прославленной Брянской области. Понимаю высокую меру ответственности. Одной из главных задач для себя считаю поддержку и дальнейшее развитие того высокого уровня взаимодействия, которое здесь имеется, которое ведется между правительством региона, руководителями территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Спасибо. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На митинг памяти возле центрального памятника в сквере «Лесные сараи» собрались более ста человек. Места для митинга выбрано не случайно. Ведь именно здесь, во время войны, немецко-фашистские захватчики устраивали массовые казни. В лесных сараях погребены 17 тысяч наших земляков. Все меньше и меньше становится тех малолетних узников, которые прошли немецкие концлагеря. Но остается жить память. К центральному памятнику пришли школьники, студенты, ветераны, малолетние узники фашистских концлагерей. В руках цветы, на лицах скорбь и печаль. Мы восстали вновь! Мы восстали вновь! Мы восстали! Мы восстали! Мы восстали вновь! Меня оставили здесь. Я маленький был. Старших сестер и мать угнали. А нас маленько оставили. Нас гоняли на железные дороги. Меняли мы шпалы, меняли. Потом у леса гоняли, дороги делали, где машины не проходили. А им надо дорогу делать. Лес пилили мы, валили, дорогу делали с леса, связывали, проволокой. Завершился митинг возложением цветов к памятнику и молитвой обо всех убиенных в годы Великой Отечественной войны. Игорь Умаров, Владислав Пескунов, События Брянск. В Сельцов суд вынес приговор бывшему участковому Ливану Хуцешвили. Об этом сообщили в прокуратуре области. Хуцешвили был осужден 31 марта 2017 года. Сельцовский городской суд тогда приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима за взятки и превышение служебных полномочий. Сразу после оглашения приговора полицейский покинул здание суда и скрылся. Почти два года беглец находился в розыске. За это время областной суд снизил ему срок заключения до 3,5 лет в колонии общего режима. Выяснилось, что Хуцешвили все это время жил в Москве по поддельному паспорту, который купил в Грузии. Перед Новым годом он приехал в Сельцок к сестре. Некоторое время его укрывали родственники, однако правоохранителям удалось выйти на след беглеца. 30 декабря прошлого года его задержали. Сельцовский суд приговорил экс-участкового к 4 годам колонии общего режима. Полицейские подразделения по вопросам миграции провели акцию «Экономь время» с госуслугами. Сотрудники районных отделов по вопросам миграции призвали получать государственные услуги в электронном виде. Сейчас посредством единого портала госуслуг по линии миграции можно получить 6 услуг. Это оформление паспорта гражданина России, оформление загранпаспорта, старого образца или нового биометрического. Получение адресно-справочной информации, регистрационный учет по месту пребывания и по месту жительства, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Подача заявлений через портал госуслуг имеет ряд преимуществ. Начиная от экономии времени, от возможности подачи заявлений в любое удобное время для гражданина, заканчивая наличием скидки на оплату госпошлины 30% при подаче заявлений на оформление заграничных паспортов и паспортов гражданина Российской Федерации. Обратившимся вручали буклеты с информацией и в случае необходимости помогали зарегистрироваться на портале госуслуг. За период проведения акции полицейские распространили более тысячи буклетов. Зарегистрировавшись на портале, гражданин получает доступ к сотням других госуслуг, которые предоставляют 21 министерство и 62 ведомства. Александр Новиков при содействии Пресс-службы управления МВД по Брянской области. В Брянскую область на малую родину продолжают возвращаться наши соотечественники, ускорить процесс получения гражданства и получить материальную помощь им помогает программа переселения соотечественников. Мне нравится мой коллектив. У меня хороший коллектив, хорошие официантки мои девочки. Они мне очень помогли. Виктория Никулина официантка в санатории «Снежка». Приехала из украинской Макеевки. Говорит, повезло. Практически без документов взяли на работу. Заведующий отмечает – не прогадали. Показала себя с хорошей стороны. Зарекомендовала как хороший сотрудник. Человек, на которого можно положиться. Виктории дали комнату в общежитии. Чтобы стать гражданкой России, девушка вступила в программу переселения. У нас быстрее документы решались. Быстрее нам это все. По-другому немножко. Полегче нам было. Деньгами нам помогли, чтобы документы мы могли дальше продолжать делать. Из Украины со своей семьей приехала и Елена. Мужу и сыновьям пришли повестки у нас служить в армию. Получается идти воевать. Ну, как бы воевать со своим народом – это вообще, я считаю, преступление. Пришлось нам покинуть и уехать. Брянская область для Елены Кондращенко родная. Елена родом из Навлинского района. Однако начинать с нуля было трудно. Депрессия длилась, конечно, месяцев 6-8. Это ужасно было очень. Ну, пыталась как-то мысли гнать прочь. В санаторий «Снежка» женщина устроилась прачкой. Получила комнату в общежитии. С Леной нам повезло. Ну, Лена хороший работник, ценный. Я рада, что у меня работница такая. Подала документы на получение российского гражданства. Одобрили, мы получили свидетельство и потом мы подали на гражданство. Гражданство я и мать получили в апреле 2017 года. Мой сын, получается, получил гражданство в сентябре, а муж в мае 2018 года получил гражданство. Возвращаться на Украину обе женщины не планируют. Екатерина Пормон, Иван Зюрев. События. Брянский район. В Брянском художественном музее открылась выставка заслуженного художника Российской Федерации Михаила Решетнева. Она приурочена к 60-летию живописца. Кроме пейзажа и портретов, зритель увидит копии работы известных мастеров живописи, которые художник сделал в Эрмитаже, будучи студентом. Два просторных этажа Брянского художественного музея едва вмещают гостей. Свою выставку, приуроченную к юбилею, заслуженный художник России Михаил Решетнев называет отчетной. 60 картин от студенческих работ до пленера «Крымский мост», который проходил на полуострове в 2018-м. Все ваши полотна как раз и пронизаны этим любовью к простому человеку и любовью к нашей земле. Мы еще раз поздравляем от всей души с юбилеем и поздравляем с открытием выставки. Мы ждем от вас еще замечательных картин. Художник – это человек, который несет в себе глубочайшую мысль через свои картины. И благо, если люди, которые внимают эту картину, понимают эту мысль, разделяют ее. Мастер лирического пейзажа Михаил Решетнев вдохновляется природой, красотой старинных русских усадеб. Ряд работ посвящен истории России. Отдельное место на выставке занимают 15 копий. Их Михаил Решетнев, будучи студентом Академии художеств, делал в третьей копке Эрмитажа музея Тропинина. В художественных вузах копийная практика вводится на третьем курсе. В ведущих музеях России студенты знакомятся с работами великих мастеров, техниками их живописи, делают копии работ. Любой художник начинается с изучения классического наследия, подчеркивает юбиляр. Копия – это не постер, а серьезная работа. От подготовки холста до финального мазка проходит месяц. Любимая копия Михаила Решетнева – «Венера» и «Адонис». Когда я писал «Деревья и небо» в этой картине, а затем фигуры людей, то мне показалось, что это написано разными людьми. И каково мне было удивление, что действительно, согласно источникам, мне сказали, что действительно фон писали ученики Рубинса, а сами тела, сами фигуры писал сам Рубинс. Для некоторых гостей выставка заслуженного художника не просто картины, своего рода мастер-класс. И посмотреть на работы мастера, наверное, ценнее опыта, но кроме собственного, не бывает. Зима удивительная, туманы по-особому написаны. Мне нравится очень работа красками, то, как он передает цвета, его палитра. Вот в тех местах, где он рисовал, я не был, но такое ощущение, что вот я прям какое-то народное. Полюбоваться на работы Михаила Решетнева в художественном музее можно до 6 мая. Екатерина Пормун, Сергей Дюков, События Брянск. На днях в Брянском цирке прошел традиционный 12-й по счету фестиваль боевых искусств. Яркое зрелище собрало полный зал зрителей. На нем присутствовал и мой коллега Игорь Умаров. Игорь, здравствуй. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях, поделись эмоциями. Скажи, были ли представлены какие-то новые экзотические виды боевых искусств? Да, конечно, были. Одно из них – это классическое айкидо. Но больше всего меня впечатлила школа ниндзя. Настоящая, та самая, которая практикуется в Японии. Что особенно удивительно, это во время показательных выступлений в молодого ученика бросали звездочки и ножи. И все это отскакивало от его тела. Это весьма впечатляюще. Это не то, что ломать деревья или там картонку или кирпичи. Ну, как ты считаешь, все-таки у наших жителей Брянской области, благодаря тому, что, кстати, скоро появится и дворец восточных единоборств, которые уже начали строить, появится ли больше интерес к этим видам спортивного искусства, можно так сказать? Я думаю, что после всего вот этого увиденного, после всех этих 19 федераций, я не то, что думаю, я уверен, что интерес появится. Например, даже я вот посмотрев это все, побывав там, увидев, вот я напитался духом и думаю, что к обычному фитнесу можно добавить, допустим, какой-нибудь, ну, точно айкидо или даже ниндзя-стиль. То есть ты обещаешь обязательно научиться и показать нам пару трюков в дальнейшем, когда-нибудь в студии, в будущем? Да, в своей рубрике «Вкратце», например. Ну что ж, я предлагаю посмотреть подробнее об этом сюжет прямо сейчас с нашими зрителями. Организаторы фестиваля знают, любое боевое искусство уникально и неповторимо. Но главное, каждый из них несет в себе не только оригинальный стиль, но и собственную систему воспитания. Не носить за пределы ковра, и как бы ни были жестоки на ковре бои, отпускай соперник станет лучшим другом твоим. Закрой потом, бросай! Ты должен спынуть это! Вали соперника сну! Ты должен спынуть это! Вставай, если не спу! Ты должен спынуть это! Спортсмены целый год с нетерпением ждут фестиваля. Ведь на то, чтобы доказать свое превосходство над коллегами по спортивному цеху, у них есть лишь пара минут. Потому с каждым годом показательные выступления становятся все эффектнее. Организаторы признаются, главная цель этого фестиваля – привить детям любовь к спорту, к здоровому образу жизни. Мы видим, какими темпами развивается спорт в нашей Брянской области. Вы знаете, что по итогам 2018 года, благодаря нашему губернатору Александру Васильевичу Богомазу, мы сумели сдать семь объектов физкультурно-оздоровительных комплексов, два ледовых дворца, два бассейна, два физкультурно-оздоровительных комплекса. И перспективный 2019 год еще более грандиозный, когда мы собираемся закладывать в 12 подобных дворцов. Покрасоваться на публике и сорвать свою порцию аплодисментов – не главное. Если хотя бы несколько ребят под впечатлением от увиденного придут в спортивный зал, значит усилия организаторов и спортсменов были не напрасны. Такими событиями, как сегодня, возрождается слово «массовый спорт». Ребята тысячами приходят в секции после таких фестивалей. На сегодняшний день общее количество людей, которые занимаются, может превышать 20 тысяч человек. Это большое достижение. И чем больше мы будем проводить подобных акций, тем больше пацанов будут приходить в секции, тренироваться. И как следствие, наша страна будет сильной, здоровой и непобедимой. Фестиваль в очередной раз оправдал статус одного из самых ярких и масштабных спортивных мероприятий года, познакомив сотни юных жителей региона с увлекательным миром боевых искусств. Игорь Умаров, Александр Жучков, События Брянск. 11 апреля в российских кинотеатрах в прокат вышла отечественная фантазийная комедия «Домовой». Подробнее о громкой премьере в следующем сюжете. По сюжету фильма главная героиня, успешный архитектор, купила за полцены квартиру в знаменитой московской высотке и собирается спокойно в ней жить вместе с восьмилетней дочерью. Но оказалось, в этой квартире есть еще один жилец, настоящий домовой, который явно не рад новым соседям. Хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. В сценарий к ленте написали братья Бедревы, на счету которых любимые зрителям фильмы «Тариф новогодний», «В ожидании чуда» и другие. Режиссером выступил один из братьев Евгений Бедарев. В главных ролях Екатерина Гусева, Сергей Черков и другие. Специально к фильму была построена тысячиметровая декорация, которая к концу съемок была окончательно разрушена. Картина изобилует огромным количеством сцен компьютерной графики, но большинство трюков актеры выполняли самостоятельно с помощью дублеров. Конечно же, это огромный технологический процесс, сложный, высокотехнологичный. Огромное количество студий компьютерной графики нашей страны работало над созданием этого фильма. Но, тем не менее, все равно творчество, оно, это основа. И, конечно же, фильм, в первую очередь, это 100% творчество, творчество режиссера. Особого внимания заслуживает пушистый герой фильма «Говорящий кот». Для съемок этого персонажа было задействовано четыре кота из театра кошек Юрия Куклачева. По поводу того, как мы научили его говорить, это безумно сложная технология, компьютерная технология. И, по сути, мы понимаем, что он почти по-настоящему у нас разговаривает. В фильме раскрывается тема одиночества. Главные ценности этой сказки – семья, дружба, счастье и, конечно, победа добра над злом. Создатели фильма уверены – после просмотра ленты дети продолжат верить в чудеса, ну а взрослые непременно начнут. Фантазийную комедию «Домовой» уже можно посмотреть в российских кинотеатрах. Далее информация о погоде. Я напомню, что новости телеканала «Брянская губерния» доступны также на нашем сайте в интернете по адресу gubernia.tv. Присоединяйтесь также к нам в соцсетях, а наш выпуск на этом завершен. Всего самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова